Всем привет! Меня зовут Максим Олегович. Вы опять смотрите мое видео, значит вы хотите очередную порцию крутых геометрических фактов. И конечно сегодня вы ее получите. Сегодня у нас на разборе будут два друга теоремы Менилая. Эти две новые теоремы, теорема Чевы и теорема Ивана Обеля, доказываются через теорему Менилая, ну и просто на нее похожи формулировкой. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Теорема Чевы. Есть треугольник АВС, проведены три Чевианы. Чевиан такое мутное слово. Чевиана, в общем, это такая вот штука. Выбрана произвольная точка на стороне ВС, например, точка А1 и противоположная вершина А с одиннадцатой точкой. То есть АА1 это Чевиана. То есть такая вот штука, не обладающая никакими крутыми свойствами, типа как биссектриса медиана высота. То есть, например, медиана, это тоже Чевиана. Просто это какая-то хорошая Чевиана, такая, которая делит противоположную сторону пополам. А вот произвольный такой отрезок там, да, лучше, это Чевиана. Соответственно, дан треугольник АВС, проведены три Чевианы. АА1, ВВ1 и ЦС1, да, произвольные. Такие, что они пересекаются в одной точке О. Тогда мы можем записать следующую штуку. Значит, смотрим. Опять действует правило вершина, точка, точка, вершина. Вершина, точка, точка, вершина, да. АС1 к Ц1Б умножить. БА1 к А1С умножить. СБ1 к Б1А. И все это произведение равно единице. Очень похоже на теорему Манилая. Тоже правило вершина, точка, точка, вершина. Только гораздо проще, да, то есть просто идем по кругу. То есть здесь все. АС1, Ц1Б. БА1А1С. ЦБ1, Б1А. Все. Сразу имеем такую штуку. Но и опять, почему часто можно применить теорему Чевианы? Да потому что такую картинку мы очень часто встречаем. Как минимум мы знаем, что медианы пересекаются в одной точке, бисектрисы пересекаются в одной точке, высоты пересекаются в одной точке, да, в треугольнике. Ну, и любые другие такие картинки, в общем, очень часто встречаются. Конечно, можно использовать другую сторону терему Манилая. То есть, если выполнено такое условие, то там три Чевианы пересекаться в одной точке. Ну, на этом внимание заострять не буду, потому что чаще всего она используется именно в таком виде. То есть, нашли такую картинку, смогли записать это, и отсюда что-то выразили. Все, значит. Ну, какой пример? Ну, не знаю, давайте какой-нибудь там совсем простой пример разберем для теоремы маневая. Пусть там А, С1, К, С1, Б, как два к одному. То есть, А, С1, это 2Х, С1, Б, это Х. Там, Б, А1, К, А1, С, пусть это, пусть они там равны, И, 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 И. Ну, давайте найдем С, Б1, Б1, А. Записано. А, С1, С1, Б, 2Х к Х, умножить Б, А1, К, А1, С, как И, К, И, И, и умножить на С, Б1, К, Б1, А. Равно единиц. Ну, соответственно, У к У единица, Иксы сокращаются, получается, 2 к 1 умножить на С, Б1, К, Б1, А, равно единице. Ну, и отсюда, С, Б1, К, Б1, А, равно 1, 2. То есть, С, Б1 относится к Б1, А, как 1 к 2. То есть, здесь З, здесь 2З. Все. То есть, мы знали, в каком отношении точки С, и А1 делят стороны А, Б, и Б, С, соответственно, и с помощью этого смогли узнать, в каком отношении точка Б1 делит сторону А, С. Очень удобно, да? То есть, две штуки известны, отношения, третье находим без проблем. То есть, да, это даже устные вычисления. Все. Очень хорошая рабочая теорема. Дальше. Теорема Ван Обеля. Значит, картинка та же, да, только что, значит, гласит теорема Ван Обеля. Б, С1, С1, А, Б, С1, С1, А, плюс Б, А1, К, А1, С, да, то есть, берем две стороны, равно то, что между ними. Б, О, К, О, Б1. Ну, это опять очень круто, то есть, мы имеем отношения на двух сторонах и можем найти отношения того, что между ними. Б, О, К, О, Б1, да? Теперь давайте подумаем. То есть, вкупе, если мы знаем и теорему Чеба, и теорему Ван Обеля, мы можем находить с помощью известных отношений на двух сторонах и то, что между ними отношения, и третью сторону, да, в каком отношении. То есть, ну, все можем найти, а если мы знаем все отношения, ну, можем все поводожать. Очень удобно. Ну, давайте для примера разберем одну задачку, значит, пример, дам треугольник АВС, проведена бисектриса АА1, бисектриса СС1, пересекаются они в точке О, ну и проведена прямая БО, она пересекается в сторону С в точке Б1, да, то есть получилось чевиано ББ1, вот. Вот, известно, что сторона АВ плюс сторона БС это 13 и сторона АС 8, нужно найти отношение БО к ОБ1, давайте думать, если у нас есть такая картинка и просит найти отношение БО к ОБ1, какая теорема нам здесь поможет, да, чеви, не будем применять, будем применять теорему Ван Обеля, да, вот просто потому что тут прям то, что нам нужно, БО к ОБ1. Ну, давайте запишем, значит, что нам известно, получается, вот, ровно это, просто лишний раз переписывать не буду, мы можем записать данную задачу, что по теореме Ван Обеля, БС1, С1А плюс БА1, К1С равно БО к ОБ1. Дальше, так как это биссектрисы, я воспользуюсь свойством биссектрис, значит, для биссектрисы СС1 мы знаем, что БС1 относится к С1А, как БС к СА. Для биссектрисы АА1 мы знаем, что БА1 относится к А1С, как АБ к АС. Ну, давайте подставим, да, то есть, вот это и это у нас есть в теореме Ван Обеля, и подставим то, что у нас получилось. Получается, БС к СА плюс АБ к АС, ну, АС запишу, СА, чтобы было видно, что общий знаменатель равно БО к ОБ1. Ну, соответственно, здесь дроби с одинаковым знаменателем, можно записать БС плюс АБ к СА равно, вспоминаем, что БС плюс АБ это 13, а АС, то есть СА, это 8, 13 восьмых, и это БО к ОБ1. Все, задача решена. То есть, здесь воспользовались свойством биссектрис, применили теорему Ван Обеля и очень быстро, без проблем решили вот такую задачу, хотя без теоремы Ван Обеля будет не очень приятно решать эту задачу. Нужно будет записывать свойства биссектрис еще для треугольников Б, Б1, С, то есть, что БО к ОБ1, как БС, СБ1, ну и так далее. Плюс нам не даны стороны, нам дана такая сумма сторон, ну, АБ, БС, то есть будет очень неудобно. Соответственно, надо четко понимать, да, что в этой задаче мы не только теорему Ван Обеля применили, а применили еще факт о свойстве биссектрисы. Соответственно, надо к этим теоремам, к теореме Менилая, которая была в прошлом видео, теореме Чебы и теореме Ван Обеля прикреплять факты, которые похожи на эти теоремы, то есть связаны со всякими отношениями. То есть, что нужно знать? Нужно знать свойства биссектрис, нужно помнить то, что медианы, там, да, делят противоположную сторону пополам, то есть отношения один к одному. Нужно помнить, что медианы, точка пересечения делятся в отношении два к одному, считая от вершины. Этот факт тоже может нам помочь, то есть везде, где есть какие-то отношения, вот эти факты, в которых есть какие-то отношения, обязательно встретятся в теоремах Чебы, Менилая и Ван Обеля. Никто вам не даст на ЕГЭ 16 задачи просто в тупую какую-нибудь задачу, где можно в одно действие применить одну из трех теорем Менилая, Чебы и Ван Обеля. Обязательно будет что-то типа со свойством биссектрис, точкой пересечения медиана и так далее. Но эти факты про отношения, они простые, не всем известны, то есть, да, про биссектрису факты известны, про точку пересечения медиана факты известны, а вот эти факты уже не всем известны. И там на ЕГЭ составители думают, что вы будете каким-то хитрым способом достраивать какие-то длинные рассуждения. Нет, мы этого делать не будем. У нас есть вот такие три теоремы, и если возможно будет быстро с помощью них решить, мы будем это делать. Все, пробуйте, решайте, применяйте в комментариях, пишите, если что-то получилось или что-то не получилось, разберем. Заходите на сайт Школка Ванет, на видео ставьте лайки, все, увидимся.